400 акций у меня уже Газпрома в портфеле. Цель ближайшая 500 акций, а дальняя цель минимум 1000 акций Газпрома. Многие говорят, что народное достояние это уже труп, зачем ты туда инвестируешь и тому подобное. Но, как правило, это говорят те же самые спекулянты, которые хотят здесь и сейчас, бывают, сравнивают десятилетней давности то, что там якобы Газпром никакой прибыли не принес. Эти ребята просто не учитывают дивиденды Газпрома, которые он выплачивал. А выплачивал он самых еще с 90-х годов каждый год. Единственный раз, когда Газпром не заплатил дивиденды, это, по-моему, было вот за прошлый год. У меня было отдельное видео про то, как покупать у нас сырьевые компании. А Газпром у нас относится именно к такой сырьевой компании с определенными циклами. Сейчас у Газпрома плохие времена, цикл. И как раз-таки этим я и пользуюсь. И нормальный инвестор, здравый, который смотрит наперед, он покупает сейчас акции Газпрома. Что я и делаю. Что самое интересное, многие аналитики кричали то, что Газпром труп, вот когда там взорвали трубы пару лет назад, а также еще год назад. А сейчас многие аналитики переобулись и начали говорить про Газпром, то, что его можно взять спекулятивно и проехаться за счет его роста в преддверии дивидендов, которые могут быть, в принципе, неплохи. Дивиденд может быть где-то 10-20 рублей. Ну, плюс-минус где-то в этом диапазоне. Вот сейчас у меня 400 акций, я получу 4000 рублей, ну, плюс вычет налогов, вполне себе, это по минимальной планке. Но, возможно, к дивидендам у меня уже будет 500 акций. Вернемся к аналитикам, блогерам, которые проснулись и начали присматриваться к Газпрому и все больше про него говорить. Я уже понял, что это за люди, это нифига не инвесторы, это те люди, которые хотят здесь и сейчас прибыль, и они готовы вкладываться там, где можно заработать вот сиюминутно. Они понимали, что Газпром у плохие времена, он будет валяться, смысл в него вкладываться. Но разумный инвестор, в том числе именно я такой, покупали этот Газпром постоянно. У меня была средняя где-то 230 рублей, сейчас у меня средняя 180 рублей. Представляете, как я снизил среднюю, в будущем какой может быть потенциал у меня, в том числе и в дивидендной доходности, в том числе и Газпром может вырасти, если действительно лет через пять все сложится, будьте силы Сибири 2, может быть даже если вернется к поставкам Газпром, может действительно стоить и 200-300 рублей. Конечно же, если бы Газпром хорошо управлялся с такой монополией, мне кажется, ему цена вообще 1000 рублей. Умные инвесторы, в том числе, как я, они пользуются этим моментом и покупают наперед. У меня цель на будущее, сегодня дивиденды, не заплатит одна компания, заплатит другая. Сегодня Газпром не заплатит, заплатит третья. Но с учетом истории, Газпром всегда платил и все время на скребал. Плюс, не забываем, у Газпрома есть очень мощный дочь, это энергохолдинг, где электричество УГК-2, ТГК-1. Кто-то вообще поговорит, что к ним может отойти и Юнипро, а Роснефть возьмет их и продаст, потому что для Роснефти это не профильный актив. Плюс у него есть Газпром нефть, которая по капитализации уже его пригнала. Представьте, вы покупаете за даром такую компанию, у которой, не знаю, есть Газпром нефть крупная и дочки энергохолдинга. Плюс эти дочки Газпром прекрасно доят. Вот эти 10 рублей дивидендами будут с учетом того, что у Газпрома по факту вообще прибыли, как говорится, таково не было. Сейчас последнего отчета мы так и не видели за 2023 год, но может они выкатят. Посмотрим. А это все вот эти дивиденды, 10-20 рублей могут быть за счет Газпром нефти и других его дачальных компаний. А представьте, если еще газовый бизнес будет, какие могут быть дивиденды у Газпрома. Другое дело, что его облаживают постоянно налогами и у него капекс большой. Но я считаю, это монополия и это народное достояние и такая компания должна быть в портфеле. Так же, как и Сбербанк. Эти компании нужно покупать всегда. Ну, а вы можете оставить свое мнение в комментариях, что вы думаете про Газпром. Мне будет интересно почитать. Я продолжу наращивать данную компанию к себе в портфель. Кстати, большинство тех, кто говорят, что Газпром это все трупы и тому подобное, там делать нечего. Я больше, чем уверен, все эти люди будут котлетить Газпром после того, как он объявит дивиденды. Я больше, чем уверен. Вот видите, цена легко может быть 200 рублей только так. В зависимости, сколько он объявит. Если 20 рублей, элементарно. Если рублей 10-15, я думаю, до 200 рублей он тоже дорастет. Те люди, которые брали там якобы где-то когда-то на хаях, Газпрома сейчас кричат, у меня супер убытки. Умные, еще раз говорю, инвесторы за год, за два могли эту свою среднюю снизить, как это сделал я. И в перспективе любой какой-то хорошей отчетности движухи, Газпром не только хороший дал бы плюс в портфеле, но еще хорошую дивидендную доходность. Так как средняя снизится, это даст при росте хороший буст портфелю, при падении портфель сильно вниз. Ну и плюс будет зафиксирована классная дивидендная доходность. Я бы, конечно же, нарастил долю и в новотеке, но новотек, увы, дорогой. У меня средняя ниже 1000 рублей. Если он будет по 900 рублей, по 950, можно, в принципе, увеличить и его долю. И, кстати, не забываем, что Газпром может не только трубопроводным газом заниматься, но и СПГ газом. Потому что есть информация о том, что он планирует несколько заводов то ли в коме, то ли где-то строить с СПГ. Поэтому Газпром реально может в будущем быть монополистом и трубный, и газ, и СПГ газ, составить конкуренцию приличную. Кстати, Роснефть тоже начинает составлять конкуренцию другим газовым компаниям, потому что они тоже начинают добывать и продавать газ. Роснефть тоже может быть очень мощной и крутой конторой в будущем. Поэтому будем наблюдать, будем не спеша инвестировать, стараться покупать акции с дисконтом. Но в этом видео по традиции я покажу вам свой портфель Сбербанк Инвестори, покажу свои покупки, посчитаем комиссии брокера моей пополнения. Поэтому поехали на мой рабочий стол, сейчас я вам там все покажу. Друзья, начинаем с пополнений. Вот январь месяц. И вот у меня было всего лишь два пополнения. Здесь получается на 5 тысяч 17 января и на 9 тысяч 9 января. Все, получается 10 тысяч. Пополнения было мало, потому что был неплохой дивидендный сезон в январе. Я докупал еще с дивидендов. Ну и часть, конечно же, я оставил на февраль месяц. Вот тоже сейчас планирую на днях закупаться. Сейчас давайте посмотрим, на какую сумму я всего закупился. Закуп активов у меня был на 14 тысяч 165 рублей. А НКД составил 186 рублей 37 копеек. Итого где-то в общей сложности на 14 тысяч 300 рублей. Надеюсь, я пополнил, а вышел на 14 тысяч 300. То есть 4 тысячи 300 я еще с дивидендов заплатил. Но остаток у меня на этот месяц его практически не было. Поэтому в большинстве случаев это были докупки именно с дивидендов оставшиеся. Сейчас комиссии посмотрим. Вот такие комиссии у меня были. Значит, комиссия биржи у меня составила 2 рубля 87 копеек. Комиссия брокера 8 рублей 50 копеек. Итого где-то 11 рублей с лишним я потратил. Давайте посмотрим мои сделки. Начал покупать после январских каникул аж 11 января. Первая вам покупка была, это, конечно же, Газпром Народное Достояние. В этом месяце, кстати, я хочу тоже начать с Газпрома. Увеличивать позицию, пока он дешевый. Значит, был куплен один лот 10 акций по цене 162 рубля 40 копеек за. Дальше прикупила Русал один лот. Это 10 акций по цене 34 рубля. 80 копеек за акцию. Дальше ОФЗ 26,243. Одна штука по цене 844 рубля 70 копеек. Далее куплен ОФЗ 238. Одна штука по цене 657 рубля 99 копеек. Дальше ОФЗ 230. Одна штука тоже по цене 716 рублей 70 копеек. Шопинг завершился. Покупка Росиликома. Это тоже был один лот. Что составило 10 акций по цене 66 рублей 30 копеек за акцию. Вот такой был шопинг мощный у меня 11 января. Следующий шопинг вот у меня был 17 января. И я снова купил Газпром. Очередной лот. Это составило 10 акций по цене 163 рубля 55 копеек на этот раз. Дальше еще купил Росиликома. 10 акций по цене 68 рублей 50 копеек за акцию. Дальше докупил Алросу 10 штучек. Один лот. Цена 73 рубля 74 копеек за акцию. И еще Русала взял два лота. Что составило 20 акций по цене 34 рубля 40 копеек за акцию. Следующий шопинг мой произошел 18 января. Здесь у нас был шопинг чисто по облигациям. Значит была куплена облигация 240. Одна штука получается по цене 692 рубля 70 копеек. Дальше 243 была одна штука по цене 861 рубля 60 копеек. И 230 одна штука по цене 718 рублей 60 копеек. Это все преимущественно длинные. Больше 10 лет до богашения. Мой шопинг также завершился. Вот он у меня 29 января. Здесь тоже был у меня закуп облигаций. Здесь я продолжил покупать облигации. Только коротенькие. Ну как коротенькие. 7-10 лет. 241 одна была куплена облигация по цене 886 рублей 80 копеек. Дальше 221 одна штука по цене 784 рубля 60 копеек. Дальше 218 одна штука по цене 846 рублей 20 копеек. Вот здесь я неправильную заявку поставил. Пришлось отменить. Это была ОФЗ-шка 225 одна штука по цене 743 рубля 30 копеек. Вот такие у меня были покупки. Давайте перейдем сейчас в Сберинвестор. Посмотрим портфель облигаций и акций. Пойдемся по портфелям, по компаниям. Поговорим о новостях. Прежде чем будем смотреть мой портфель. По традиции небольшая реклама телеграм-канала. Подписывайтесь. Здесь мы говорим про дивиденды. Например, вот Северсталь сегодня объявила дивиденды. Довольно-таки неплохие. Полезную информацию про Китфинанс. Скидываю новости различные. Ну и в том числе показываю свои сделки и дивиденды. Вот, например, купоны я получил. Ну и плюс, мало ли, вдруг YouTube заблокируют. Крайней мере, мы будем на связи. И вы получите свежие ролики, которые я загружаю. И на другие площадки. Вот мы находимся в портфеле. В моем вот так он выглядит. За сегодня у нас минус. Всего уже плюс 109 тысяч рублей. Напомню, где-то прибыль максимально у меня где-то было 111 где-то. Вчера даже, по-моему, было 112. Рекорд я перебил. Ну, потом что-то прибыль к вечеру сдулась. Представляете, да, рынок растет не спеша. И мой портфель показывает такую доходность. И это при такой ставке, представляете, в 16%. А что будет, если ЦБ начнет снижать ставку или хотя бы намекнет? Представляете, как заракетит у нас фондовый рынок. И как взлетят акции и облигации. Я пока пользуюсь этим моментом, докупаю облигации, ну и по чуть-чуть какие-то акции типа Газпрома. Которые более дешево стоят, но с перспективой на будущее. Ведь инвестирование это не про сегодня, а у нас про будущее. Это спекуляции про сегодня. Ну и как правило, спекуляции это путь у нас в нищету. Ну и надеюсь, в этом году уже мой брокерский счет загадывать не будем. Все, что может угодно быть. Идут конфликты у нас и на Ближнем Востоке. Достигнет миллиона рублей. Напомню, обзор по Китфинансу у меня был раньше. Там у меня портфель где-то 600 тысяч. Итого где-то в рынке ценных бумаг, с учетом заблокирования, где-то у меня полторы миллиона. Но до этого у меня была презентация, я там все это показывал. Если не смотрели, посмотрите там детально весь расклад по дивидендам, по моему капиталу. Баланс у меня 2800 рублей. Это еще остались дивиденды. Скажу сразу, дивиденды мы составили 7 тысяч рублей. Чуть выше 7 тысяч за январь месяц. Отличный, в принципе, дивиденды новогодние. Январьский сезон был. Сейчас будем уже, наверное, в ближайшие месяца гаветь. Начнем с облигаций. С облигациями здесь ничего нового. Из видео-видео я рассказываю. То, что по чуть-чуть докупаю по 5-10 штук. Вот последние несколько месяцев по 10 штук. В прошлом месяце тоже взял 10 штук. Сначала докупал исключительно длинные. Но это вот от 10 лет и выше. Это вот 240-е. 243-ю. Там 244-ю. 238-ю. Вот такие вот длинные. Покупал 230-ю. Потом решил разбавить немножко средними облигациями. Ну как, это тоже длинные, но я их называю средними. Это от 7 до 10 лет брал 241-ю, вот, 8-летку. Потом 222-ю, 8-летку. Брал, может быть, 218-ю, 7-летку. Ну какие-то такие. Но вы видели мои сделки ранее. Если вот посмотреть за все время, обратите внимание, что облигации, да, вот, длинные, например, больше 10 лет. Видите, они плюсуют. А вот такие коротенькие, ну я их называю, хотя это тоже длинные. Вот 8-летка, да, видите, 41-я. Она минус 180 показывает. 5-летка, видите, минус 88 показывает. Может быть, это дело, я, кстати, внимательно смотрел в том, что я их покупал дороговато в свое время. А сейчас они, наоборот, припали, показывают у меня минус. Цель 1000 рублей купонами в месяц. Я это уже рассказывал. Пока в некоторых месяцах я эти цели добился. Ну, с учетом налога. Посмотрим. Пока ставка будет высокая, до половины этого года, еще несколько месяцев есть. Будут докупать. Я думаю, ниже 10 ставка в этом году не снизится. Может быть, до 12 края. Поэтому будут еще вкусные цены, я думаю, на протяжении всего этого года. Это с учетом того, если никакой движухи опять жесткой не будут. И ставку опять не начнут повышать. А то вот как только начали, по-моему, в том году снижать, и сразу же начали повышать. Такой расклад покупал, да, там 7-8 летки. Чтобы у меня был денежный поток каждые месяца. Потому что вот эти длинные, которые там 240-е, больше 10 лет, там в определенные месяца, видите, капают. А чтобы именно сбалансировать, приходится покупать 7-8 лет. Ну, в принципе, 7-8 лет, это тоже неплохо. Но у нас в стране постоянно какая-нибудь движуха, каждые 3-5 лет. Поэтому, я думаю, до следующей движухи эти облигации дорастут. И можно будет новые закупать. Сейчас происходит такая ситуация в мире, непростая, да, когда и ставка поднятая, и бизнес, не сказать, что себя, да, прям плохо чувствуют. Облигации, видите, вот такие вот дешевые. Поэтому не всегда совпадает ставка и вот такой дисконтной облигации. Обычно, как правило, когда ставка высокая, и уже начинает загинаться экономика. А у нас, вроде бы, как все более-менее. Ну, может быть, да, из эффекта, как говорится, низкой базы прошлых лет. Посмотрим. Ну, вот такой расклад. Давайте перейдем к акции. Значит, давайте, что касается акций. Давайте посмотрим мои максимальные убытки. Вот у меня по ВТБ минус 14 тысяч. Аспром 7 тысяч. Там видео 15 тысяч. Труссети 5 тысяч. Сегежа вот 10 тысяч. Ну, остальные тут незначительно. Вот Юнипро, ТГК. Значит, я докупил, получается, Алросу. У меня теперь стало 200 акций. Планирую еще ВТБ поднабрать пока дешевый. Мне кажется, у него потенциал роста больше. И они могут заплатить и дивиденды. Стоит только потерпеть. Так же, как и с металлургами. Сегодня нас порадовал. Северсталь. Я уже видите в телеграм-канале это написал. И вам показал ранее. Тут самое главное терпение. Вот, Башнефть, кстати, обновила. Получаются у нас локальные максимумы. Здесь аналитики ожидают 300 рублей. На акцию. Самое смешное. Аналитики сначала то сомневались. То, типа, компания раскрывает отчеты. Это черный ящик. Непонятно, там, как Роснефть захочет. Тогу сейчас начали эту компанию пиарить. Аналитики странные. Так же, как и с Газпром. Сначала они говорят, Газпром не покупать. Типа, Газпром это фигня. Непонятно, что и когда будет. А сейчас аналитики что-то там начали говорить. Это странные люди или странные инвесторы. Это заточенные под спекуляции. Я же покупаю всегда, когда есть хорошая цена и возможность. Я понимаю, что в будущем дивиденды все равно будут платить. Вот у меня сейчас уже 400 акций, напомню. Будем набирать и дальше. По-моему, выручка на 75% увеличилась у позитива. Они планируют позже раскрыть свои данные. Пользовался я моментами, покупал ленту. Они планируют в 25-м году уже начать платить дивы. Посмотрим. Ждем от Металлургов, от ММК движения. Видите, его начали подкупать на фоне Северстали. МТС бы я тоже прикупил, но что-то цена не очень. Хотя у меня среднее 289, можно было бы купить. Я вообще ждал его меньше, но я тут его покупал по 279, один лот. Ну, вот так вот. Красавчики Магнит. Выплатили дивы. Развиваются неплохо. Вот и на ММК ждем. Тоже неплохие дивиденды. Тем более, у них санкций таковых нет. Нижнекамским Тихим тут пока тишина. На Ватэк там был у них пожар. На НПЗ сейчас вроде все устранили, все починили, погрузки пошли. Русал тут все плохо, но я добил до 100 акций. И у него долг огромный. Ну, на перспективу пускай тут немножко у меня. ОГК, может быть, возьму. Но они допомиссию там сделали в честь, я забыл, какой-то компании. Но если бы он был подешевле, по 20 копеек, по 30, можно было, несмотря на допомиссию. Руснефть Дивы выплатила. Вот Ростелеком я подбирал. У меня уже 300 акций, стабильные дивиденды. Да, потенциал роста есть, неплохо развивается. Сейчас вот все жалуются, Телег 2 типа на 150 рублей безлимит повысили. То есть грибут деньги, они нормально. Поэтому буду наращивать и дальше. Тем более, он дешевле, чем МТС. А Дивы могут быть в 7 рублей. Сбербанк, полтора триллиона чистая прибыль. Значит, 33 рубля на акцию мы получим. Ну, вот у меня сколько акций здесь? Где-то 420 акций. Ну, 34-12, ну, больше 10 тысяч дивидендов я получу. Это будет абсолютно рекорд. Про Северсталь я сказал, 191 рубль. Они объявили, что-то инвесторы не очень-то это восприняли. Давайте за месяц посмотрим, видите. Ну, типа они за 23-е инвесторы ожидали, что они и за 22-ю заплатят. Ну, вот видите, у него 823 средние. То есть у него будет высокая доходность. Я покупал по грамотам. Соркуплот Дивы выплатил. Сургут здесь пока ждем. Татнефть Дивы выплатила. Фосагра выплатила. Тут Юнипро тут мы ждем. Движение я, может быть, буду подкупать. Буду сидеть, пока сменится. Тут собственников вытворят. Может быть, как магнит. Иностранцев выкупят. И тогда тут тоже могут быть Дивы огромные. НЛ здесь увеличил свою долю Лукойла. Но у них пока долги. Они пострадали от санкций. У меня небольшой пакетик есть. Вот 21 тысячи акций по 0,74 средние. Так они неплохие. Тоже Дивы платили. По Сегеже тут пока. Ну и то, что-то отрастает. Люди, наверное, ждут отчета. И надеются, что будет отчет хороший. Кстати, они погасили на хорошую сумму. Вот недавно. Без помощи ФК. Облигации. Сегеже не так все плохо. Может быть, кстати, докуплю Сегеже. У меня здесь 3000 акций. 7,2 средние. Не очень можно было бы среднюю снизить. Может быть, пару лотов еще куплю. А там, глядишь, через год, через два. У меня тут, может быть, 5000 акций будет. И Сегеже к тому времени нормально у нее все будет. Так же, как и с ВТБ. Так же, как и с Газпром. Тогда я уже буду вооружен. У меня будет уже хороший средний и хороший пакет акций. И будет дополнительный солидный DVD. Да еще раз говорю. Терпение в инвестициях и грамотно, не спеша, без эмоций. Все это вознаграждается. Опрыгание, бегание, перекладывание компании. Деньги это ни к чему хорошему. Я лучше куплю, не знаю, какой-нибудь проблемный Газпром, чем, не знаю, какую-то Газпром нефть, у которой все хорошо лил лукоил. Я такого мнения. А вот когда будет все плохо с нефтью, тогда я и буду нефтяники покупать, как в COVID, в 2020 год было, например. Когда локдауна, все закрыто, нефть рухнула. Тут они вообще задаром. Там рост нефть, по-моему, 250 рублей стоил. И лукоил там 4800, даже, по-моему, 3800 опускался. Вот тогда и надо покупать. А не тогда, когда у них все хорошо, извините меня, и их брать. Ну, вот такие вот мои мысли по портфелю. Ставим лайк. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Пишите, если еще не написали комментарии. Вы покупаете Газпром. Как у вас отношение к Газпром? Будет интересно почитать. С вами на связи был Фокин Евгений. Всем пока. Скоро увидимся. Не переключайтесь. Впереди много полезных и интересных видеороликов.